Медработники Ульяновской области продолжают получать выплаты за работу с ковидными больными. Выплаты за март и апрель сотрудники Ульяновской станции скорой помощи получили в полном объеме. Это были выплаты президентские, 25 тысяч мы получили, потом это были федеральные и правительственные, 7 и 10 тысяч соответственно. Губернаторские, президентские, правительственные выплаты. То есть три выплаты это плюс к зарплате у нас было. Заплатили на станции инфекционной медицинской помощи в том числе и водителям. Они рискуют заразиться немногим меньше. В смену по Ульяновску дежурят 5 бригад. За день в среднем у каждой из них по 10-15 вызовов. О работе рассказывают спокойно, к новым условиям работы привыкли. Мы уже на вызов ездим полностью в СИЗ, то есть в специальных костюмах. И на вызов приходим с оборудованием, то есть с сумками, с пульсоксиметром, с кислородом. И опрашиваем больного. Во-первых, мы начинаем опрашивать больного. И оказываем первую медицинскую помощь. Первая помощь заключается в оказании симптоматического лечения и транспортировки в больницу. Работа сейчас трудна скорее не физически, а психологически. Поэтому для медиков в регионе запланированы различные меры моральной поддержки. Например, оздоровительные туры внутри региона и концерты работников культуры. Появляются и новые инициативы. Принято решение о выделении дополнительных финансовых ресурсов. По 5000 рублей будем выделять обучающимся по образовательным программам высшего медицинского образования. Пока наш регион единственный, где принято решение о поддержке учащихся. Новая выплата положена всем, кто будет проходить практику, в том числе и в ординатуре. Сегодня эпидситуация в регионе остается достаточно сложной. Поэтому поддержка медиков – вопрос приоритетный. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Улл. Правды ТВ. Руслан Баталов. Новости Улл. Правда.